Одесский анекдот. Семочка, если будешь себя хорошо вести, купим тебе велосипед. А если плохо, пианино. Одесский анекдот. Сара, выполни мою последнюю просьбу. Сожги мое тело в крематуре. Прах положи в конверт и напиши там. Теперь вы получили с меня все и отправьте в налоговую. Одесский анекдот. Ферочка, чем вы увлекаетесь? Рисованием и верховой ясной. А вы, Боря, так и не поверите художницами и наездницами. Рабинович, а что вы имели сказать за старость? Старость это когда из половых органов остались только одни глаза. А что бы пооптимистичней? Ну, взгляд твердый. Беня, я гарантирую вам, что через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе. А что у них случится? Германия. Автобус с туристами из Одессы. Эскурсовод просит каждого посмотреть, сели его соседи, сели в автобус. Закрывается дверь, автобус уезжает. Километров через десять его догоняет полицейская машина. В дверь заходит женщина средних лет и с характерным акцентом восклицает. Моня, не с твоим счастьем. Аккорд. Абраша, милый, что ты посоветуешь мне почитать? Сарочка, почитай молитву, пока я дочитаю переписку на твоем телефоне. Бабушка поспорила Семе, что он не съест ее двадцать пять пельменей на то, что он уберет в квартире. И вот Сема доедает двадцать четвертый пельмень и понимает, что двадцать пятых в тарелке нет. Это все, что нужно знать о переговорах. Составление переговоров. Верочка, я устал. Можно я пойду домой? Перестаньте ныть. Муж вернется только через неделю. Мамочка, почему Соломон был такой мудрый? Потому что сынок, у него было много жен, и он со всеми советовался. Доктор, скажите, что мне делать с теми двумя зубами, которые болят? Только удалять. А что мне это будет стоить? Сто пятьдесят долларов. Ничего себе, сто пятьдесят долларов за две минуты работы. Хорошо, я буду тащить медленно. Раечка, а что у нас на обед? Фасолевый суп, а на второе активированный уголь. Совесть есть, но с собой не ношу. Боюсь потерять. Почему в Израиле нельзя заниматься сексом на газоне? Потому что прохожие замучают советами. Мама укладывает спать маленького Фима. Тот плачет, она поет ему колыбельно. Ребята плачет, поет вторую, плачет, плачет третью, четвертую. Мальчик открывает глаза и говорит, мама, я спать хочу, а не слушать. Как ты поешь и поешь. Спасибо.